Теперь после всех этих замечаний вернемся к тому, что мы делали. Итак, у нас получилось два корня. Это значит, что у нас в уравнении есть два решения. x плюс от t, это некоторые константы, которые я назову c плюс, на e в степени плюс и омега с ноликом t. x минус от t, это какая-то другая константа, я ее назову c минус. Я могу брать любую константу, все равно будет решение. На e в степени минус и омега с ноликом t. Говорят, что наше дифференциальное уравнение имеет два линейно независимых решения. Но теперь посмотрите, какая прелесть. Поскольку производная сумма равна сумме производных, то если я сейчас подставлю сумму решений, то каждый из них даст по два слагаемых, которые обратят уравнение в торжество, и сумма тоже обратится в торжество. Поэтому решением будет и сумма этих решений. Это решение называют общим решением однородного уравнения. Это общее решение однородного уравнения. И оно имеет вид c плюс на e в степени и омега с ноликом t, плюс c минус на e в степени минус и омега с ноликом t. Где c плюс и c минус это произвольные константы. От скольких у нас констант зависит общее решение однородного уравнения второго порядка? От двух. Сколько надо уравнений, чтобы найти две константы? Два. Сколько у нас начальных условий? Два. Все будет решено. Все всегда решится. Давайте уж поищем константы в данном случае. Лучше так. Итак, у нас общее решение. Это c плюс на e в степени и омега с ноликом t, плюс c минус на e в степени минус и омега с ноликом t. Можно писать c1, c2, но мне больше нравится у c повторять те знаки, которые стоят в показателе. У нас есть требование x от нуля равно нулю. Поэтому если x от нуля при t равном нулю должно равняться нулю, давайте подставим сюда t равно нулю. Будет c плюс плюс c минус экспонента в нуле 0. Единицы. Отсюда сразу же следует, что c минус равняется минус c плюс. Тогда наше решение будет такое. c плюс, а здесь будет e в степени и омега с ноликом t, минус e в степени минус и омега с ноликом t. Чтобы найти, чему равно c плюс, надо второе условие. Я напомню, что v от нуля это v с ноликом, мы договорились. А чтобы найти v, надо это равенство продифференцировать. Поэтому будем дифференцировать это равенство. Это будет c плюс при дифференцировании первой экспоненты и омега с ноликом на e в степени и омега с ноликом t. Минус, вторую дифференцируем, тут минус и тут минус, значит плюс. И омега с ноликом на e в степени минус и омега с ноликом t. И надо взять значение t, равное нулю. Если значение t, равное нулю, то обе экспоненты единицы. И тут получается 2 и омега с ноликом. Итого получается c плюс на 2 и омега с ноликом. Ну, отсюда сразу понятно, что С плюс, это будет В с ноликом, делить на омега с ноликом и еще единицы на 2И. Ну, а тогда С минус, естественно, это минус В с ноликом на омега с ноликом единицы на 2И. Осталось подставить сюда С плюс и С минус. Х от Т равняется, В с ноликом на омега с ноликом вынесем, от этого решения Е в степени и омега с ноликом Т, от этого решения Е в степени минус и омега с ноликом Т, и у С минус еще перед константой единицы. Перед константой минус стоит, поэтому будет минус Е в степени минус и омега с ноликом Т делить на 2И. Неплохо. А разность экспонент с показателем плюс и что-то и минус и что-то деленное на 2И, как мы с вами договорились, это синус. Поэтому это будет В с ноликом делить на омега с ноликом на синус омега с ноликом Т. Поздравляю. Если мы тело пнули, в начале оно покоилось, оно будет совершать вот такие синусоидальные колебания. Продолжение следует... Не туда я пошел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас начальные условия в R с нуликом равно нулю, маятник в положении равновесия. Он так будет стоять, сколько угодно долго. Так, давайте так, чтобы все окна были. Давайте сообщим... Так, паузу. Сообщим ему какую-нибудь начальную скорость. Вот такую. Это сна, да? Эта штука не знает никаких комплексных чисел. Она честно в каждый момент времени считает силу, считает, что движение на малом интервале времени не равноускоренное, а кубичное по времени интегрирует и так шаг за шагом считает. Кстати сказать, период колебаний, который мы с вами... Ну, частота это, как мы с вами сказали, корень из k делить на m, а период это 2π на частоту, поэтому период не должен зависеть от амплитуды. Как бы я ни качнул тело, период должен быть один и тот же. Но это полезно попробовать проверить, конечно. Давайте попробуем проверить, что от периода ничего не зависит. Что-то я потерял... Так, ну... А, вот оно, нашел. Тут множество маятников с одинаковой массой их по-разному пнули. Ну, видно, что периоды совпадают, независимо от амплитуды. У них массы одинаковые. Ну, понятно, что ведь хоть какую-нибудь массу изменить... Ну, давайте, у зелененького сделаем массу... Сейчас все массы по 10. Сделаем массу... Одиннадцать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Обратите внимание, что он ведь понятия не имеет о том, что мы писали. Он вообще этого ничего не знает. А вот получается. Получается. Так... Ну, ладно. Ну, ладно. Все это, конечно, ничего. Если бы имела хоть какое-то отношение к истине. На самом деле, есть сила трения еще. Давайте мы введем вязкую силу трения. И теперь у нас еще появится сила вязкого трения. Тогда уравнение движения будет выглядеть немножко по-другому. Тогда будет... МАХ равняется минус КХ минус это на ВХ. Пусть у нас сила трения линейная по скорости. Если бы она была нелинейная, все, господа, конец. Тогда тот метод решения дефоров перестанет работать, будет нелинейное уравнение. Ну, тогда поступаем как положено. Это вторая производная, это первая от Х, поэтому будет так. Д2Х по ДТ2 ждать этого слагаемого плюс это делить на М ДХ по ДТ от вязкого трения плюс К делить на МХ равно нулю. Ну, давайте, эту штуку мы с вами уже обозначили Омега с ноликом в квадрате. Эту штуку тоже давайте обозначим как-нибудь 2бета. Тогда уравнение получилось такое. Д2Х по ДТ дважды плюс 2бета ДХ по ДТ плюс Омега с ноликом в квадрате Х равно нулю. Ну, и начальные условия Х от нуля, пусть по-прежнему ноль и ВХ от нуля, пусть В с нуликом. Господа, теперь тот фокус, как а-ля по школе, подставим Х в виде косинуса, не пройдет. Здесь будет косинус, здесь будет косинус, здесь будет синус. Увы. Поэтому занимаемся вновь стандартным методом экспоненциальной подстановкой. Снова Х равняется С на Е в степени альфа Х. Сразу пишем характеристическое уравнение. Здесь альфа в квадрате. Здесь плюс 2бета. Когда дифференцируем экспонент, альфа в первой набегает. Плюс Омега с ноликом в квадрате. Здесь альф нет, равно нулю. Вот такое характеристическое уравнение. Снова два корня. Альфа плюс-минус, равный минус бета, плюс-минус корень квадратный из бета в квадрате минус Омега с ноликом в квадрате. Снова два решения. Одно решение. Х плюс это С плюс на Е в степени альфа плюс Т. И второе решение Х минус это С минус на Е в степени альфа минус Т. Ну в одном случае берете верхний знак, во втором. Снова как и раньше, поскольку уравнение линейное, то сумма двух решений тоже решение. Поэтому теперь общее решение однородного это будет сумма этих двух штук. Это будет С плюс на Е в степени минус бета Т. Я же должен альфа плюс умножить на Т. На Е в степени плюс корень, лень писать, что под корнем, на Т. Плюс другая константа С минус на Е в степени минус бета Т на Е в степени минус корень на Т. Осталось найти С плюс С минус. Но опять-таки, из-за того, что Х от нуля ноль, я человек хитрый и ленивый, кстати, для тех, кому это кажется трудно, сделайте, пожалуйста, то же самое, когда В от нуля ноль, а Х от нуля Х с ноликом. Поменяйте начальные условия. Хорошее упражнение в арифметике. У вас там должны получаться ответы не в виде синусов, в виде козинуса. Но арифметика будет более громоздкая. Я, естественно, выбрал, чтобы поменьше работать. Естественно, отсюда сразу получится С плюс плюс С минус. Поэтому С минус опять равно минус С плюс. Поэтому наше решение теперь стало такое. Ну, тогда теперь я скажу так. Пусть у нас С плюс, которое равно минус С минус, я обозначу просто С, чтобы индексы не писать. Теперь решение. Это произвольная константа на Е в степени минус бета Т на Е в степени плюс корень на Т плюс, не плюс, а минус, да? У нас С минус отрезать. равно минус С плюс на Е в степени минус бета Т на Е в степени минус корень на Т. Чтобы найти константу, придется считать скорость. Для этого придется продифференцировать. Это было х от Т. В от Т. Это производная от такой штуки. Давайте дифференцировать. С осталось. Здесь у нас экспоненту дифференцируем. При дифференцировании получается минус бета плюс корень на Е в степени минус бета плюс корень умножить на Т. Минус. Дифференцируем эту экспоненту. Показатель степени минус бета минус корень на Е в степени минус бета минус корень умножить на Т. Если теперь я подставлю Т равное нулю, то экспоненты у меня умрут, превратившись в единицы. И останется то, что осталось сложить. Но смотрите, минус бета минус минус бета умрет, поэтому будет плюс корень и тут плюс корень. Поэтому здесь просто получится, что В с ноликом это будет С на два корня. Вот так. Отсюда находится константа С. Итак, константа С это В с ноликом делить на два корня из бета в квадрате минус омега с ноликом в квадрате. Если я константу С нашел, то я нашел решение Х от Т это будет В с ноликом на корень из бета в квадрате минус омега с ноликом в квадрате. Дальше от С одну вторую я оставлю. Дальше и там и там в решении нашем стоят экспоненты Е в степени минус бета Т. Я их вынесу за скобочки. Поэтому будет Е в степени минус бета Т. А теперь от первой экспоненты останется Е в степени плюс корень на Т. От второй экспоненты минус Е в степени минус корень на Т. И еще вот эта двоечка. Господи, как он надоел. Ой, как здорово. это ответ. Где под корнем бета в квадрате минус омега с ноликом в квадрате. Вот смотрите, если бы тут и стояло, тут и стояло, и в знаменателе и стояло, это был бы синус. Вспомним формулу Эллера. А это какой-то синус, но без И. Поскольку эта функция очень похожа на синус, но синус не до конца, для нее придумали специальное название шинус или гиперболический синус. Вот эта штука это шинус корень умножить на Т. Итого у нас получилось В нулевое корень из бета в квадрате минус омега с ноликом в квадрате Е в степени минус бета Т. Сергей, если я не снимаю, значит у меня лекции. А здесь стоит шинус корня из бета в квадрате минус омега с ноликом в квадрате Т. Это ответ. Только не совсем ответ. Это ответ в том случае, когда бета в квадрате больше, чем омега с ноликом в квадрате. Потому что если у нас бета маленькая, господа, тогда под корнем будет отрицательное число, и тогда у нас будет шинус от чисто мнимого аргумента. Там надо будет еще думать, что будет. поэтому это годится, уж точно годится, когда бета в квадрате, бета больше, чем омега с ноликом. Вот тогда это работает. Если равно будет? Нет. Если равно, то тоже не работает. По простой причине. У нас есть два решения, которые должны быть разными. Смотрите, когда оно равно, корень дает ноль. И тогда оба решения оказываются одинаковыми. И тогда их сумма при любых константах, это все равно, что константы на решение. Нам не хватит произвольных констант для того, чтобы удовлетворить двум начальным условиям. В этом случае два корня квадратного уравнения случайно оказались одинаковыми. Эта ситуация называется случай вырожденных корней. Мы ее будем обрабатывать отдельно. У нас будет три типа решений в зависимости от соотношения бета и омега с ноликом и три типа движений. Нет, вы представляете, это все законы Ньютона знают. Вот это все автоматически получается из законов Ньютона. можно было сколько угодно думать, а как оно будет, когда вязкая среда, когда не очень вязкая среда, думать не надо. мясорубка под названием математика, вы туда кидаете задачу и абсолютно не думая крутите ручку и получаете правильные ответы. Это прекрасная вещь математика, которая позволяет не думать. С вами понимаете, я сейчас абсолютно не думаю, я просто кручу ручку, тут думать не о чем. Элементарные действия. Но осталось построить график такой штуки. Значит, все-таки, чтобы построить график, я перемножу с экспонентой. То есть, x от t это будет v с ноликом на корень из бета квадрат минус омега с ноликом в квадрате. А здесь будет такая штука, одна вторая. Когда так перемножаем, будет e в степени минус бета плюс корень на t минус e в степени минус бета минус корень умножить на t. Вот такая штука. Давайте попробуем построить соответствующие графики. Я сперва построю график каждого из слагаемых, потом попытаюсь сложить. начнем с этой экспоненты. У нее стоит знак минус, поэтому она будет снизу. И у нас здесь жуткий отрицательный показатель минус бета, а здесь почти еще минус бета, но просто немножко меньше к нему добавляется. Поэтому это быстро убывающая экспонента. И она себя ведет вот так и в ноль. Это график зависимости от времени. Что касается первой экспонента, то она положительна. И смотрите, тут минус бета плюс корень. Скажите, пожалуйста, это растущие или убывающие экспоненты? У нас под корнем немножечко меньше, чем бета. Там вычитается еще омега с ноликом. Поэтому корень не так велик, как минус бета. Поэтому минус бета все-таки побеждает. И это убывающая экспонента. Но убывает она сильно медленнее, чем та. Поэтому этот график пойдет вот так. А теперь надо сложить эти два графика. Понятно, что на бесконечности, да, понятно, что в нуле обе экспонента единицы мы стартуем отсюда. Понятно, что на бесконечности обе экспонента стремятся к нулю, поэтому асимпатически будет все стремиться к нулю. А вот между нулем и бесконечностью положительные экспоненты в выигрышном положении по сравнению с отрицательным. Поэтому движение мы будем находиться в верхней полуплоскости. поэтому как-то вот так. Ну это уже почти победа. Интересно только, как стартует наш график. Он стартует точно из нуля, а все-таки вот совсем рядом с нулем как он себя ведет. Ну давайте посмотрим, как эта штука будет вести себя при малых t. x при малых t, при t стремящемся к нулю. Ну это будет v с ноликом на два корня. Если t мало, то показатель экспоненты мал, а e в степени малая x, это примерно единица плюс x. Это мы с вами по-моему уже говорили. Тогда первая экспонента это будет единица плюс минус бета плюс корень на t. Это единица плюс показатель экспоненты. От этого надо отнять единицу плюс вот такой показатель экспоненты. Я отнимаю единицу и отнимаю показатель, у которого сплошные минусы. Это все равно, что прибавить показатель со сплошными плюсами. И здесь у нас с вами будет плюс бета плюс корень. И тоже умножить на t. Единицы умерли, беты умерли, и получается два корня умножить на t. Но два корня сокращаются с двумя корнями снизу. Боу! v нулевое t. Вначале оказывается наше тело начинает двигаться равномерно. Как будто оно движется ну v нулевое это. Известно, что такое. С нулевой скоростью, а потом эта скорость уменьшается, и вот так все стремится к остановке. Такая штука называется апериодический режим колебаний. Если вы повесили маятник в мед и по нему пнули, он от положения равновесия отойдет, и потом бесконечно долго будет возвращаться обратно. Он не будет совершать осцилляции. Вон так оп и и так будет в том случае, если если бета больше, чем омега с ноликом, а бета я вам напомню, у нас 2 бета это было это на m, поэтому это на 2m должно быть больше, чем омега с ноликом, корень из k на m. Вот если у нас выполняется такое неравенство между параметрами, у нас будет апериодически режим колебаний. Ну, сами понимаете, теперь интересно рассмотреть ситуацию, что будет, когда у нас омега с ноликом больше, чем бета. ой, как бы это значит, v с ноликом на корень, ну, попробую не забыть. Итак, x от t это v с ноликом на корень из бета минус омега с ноликом в квадрате, e в степени минус бета t, а там дальше шинус, а шинус это e в степени плюс корень на t минус e в степени минус корень на t и делить пополам, вот так. Да, я забыл сказать, вы только не вздумайте при математике сказать шинус или кошинус. Нет, если вы это скажете при математиках, это будет трагедия. Либо у вас двойка, либо у математики инфаркт. Математики очень тонкие люди. Надо говорить гиперполический синус и гиперболический косинус. Если вы скажете шинус, один из вас погибнет. не дразните математикам. Теперь смотрите, у нас омега с ноликом больше, чем бета. Это значит, что под всеми корнями отрицательное число. Поэтому, если мы поменяем местами то, что стоит под корнем, надо будет умножить на корень из минус единицы, но это i. Поэтому это можно так написать. v с ноликом на корень из омега с ноликом в квадрате минус бета в квадрате e в степени минус бета t и из-под этого корня я вот сюда поставлю, а здесь будет e в степени i корень из омега с ноликом в квадрате минус бета в квадрате t минус e в степени минус i на то же самое. А, господа, так у нас оказывается Обычный синус получился по формулам Мейлера Господа, оказывается, если гиперболический синус От чисто мнимого аргумента Вы поделите на мнимую единицу Вы получите обычный синус Кто бы мог подумать И в результате у нас получается В с ноликом на корень из омега с ноликом в квадрате минус бета в квадрате На е в степени минус бета т На обычный синус Под которым стоит корень из омега с ноликом минус бета в квадратах на т Вот так колеблется тело Когда оно находится в слабо вязкой среде Ну давайте попробуем посмотреть Черт, я закрыл Я закрыл О, иди сюда пошел Спасибо за просмотр! Ну все, господа, затухающие колебания Затухающие колебания Давайте увеличим коэффициент вязкости Войдем в редактор сил И в поле У нас вдоль какой оси там все колеблется? Z, да? Вдоль Z Сделаем Четверочку Запомнили, что было раньше, да? Submit Быстрее, быстрее, быстрее затормозилось, да? А период вроде побольше И период вроде побольше Но еще бы ему быть не побольше Если у нас под синусом стоит омега с ноликом в квадрате минус бета в квадрате Я увеличиваю вязкость У меня от омега с ноликом бета становится Вычитается большее число Частота падает, период растет И постепенно По мере увеличения бета Когда это будет стремиться к нулю Период будет все растягиваться, растягиваться А когда мы подойдем к критическому значению Он обратится в бесконечность И мы перейдем к режиму периодического Ну давайте попробуем дальше увеличить Давайте попробуем Fields Это было 0,4 Ну давайте единицу, бог с ним Не знаю, что будет Так Рестарт Нет, еще качнулось чуть-чуть, смотрите Еще качнулось Ну еще увеличим Что неинтересно Submit Start Continue Оп Так, по Z Нет, оно все-таки через 0 чуть-чуть перешло Вниз, смотрите Это все-таки еще затухающие колебания Оно один раз качнулось А если оно один раз качнулось Оно бесконечно много качнется Но оно совсем около нуля будет Вот так А вот уж если я теперь поставлю Так Ну последний раз Рестарт Да, переходит через 0 чуть-чуть Да Ну а вот если мы сделаем еще больше И поставим не 5, а 10 Ну вот все Оно симпатически стремится к 0 Значит запомнили, господа В режиме затухающих Да, кстати Еще полезная вещь Еще одна полезная вещь Чем больше затухание, тем больше период И тем быстрее спадает экспонент Тем быстрее умирают наши колебания А если мы возьмем β равное 0 То тогда x от t будет равняться v с ноликом на ω с ноликом e в степени минус β t это единица Потому что β 0 на синус ω с ноликом t Ах какая прелесть, при β равном 0 Получилось наше старое решение Вообще говоря, это очень хорошая вещь Когда более общая теория В случае, когда мы развивали старую теорию Для β равного 0, когда не было затухания Дает старое значение Если бы это было не так Было бы о чем подумать Этого, к сожалению Не понимают Горе переворачиватели физики из интернета Вот есть странные люди Которые отучились 8 классов И потом пытаются всех научить Новой правильной физике Они очень липучие Они вечно пишут куда-нибудь С письмами Если вот письмо начинается Я придумал новую физическую теорию Которая полностью Противоречит Или перечеркивает Классическую механику Такое письмо Никто вообще не читает Его сразу отправляют в урну Знаете почему? Потому что классическая механика Тысячу раз В области ее применимости Проверялась на эксперименте Если он придумал теорию Которая предсказывает Совсем не то, что классическая механика Значит его теория предсказывает То, что не соответствует эксперименту Значит он дурак Если вы хотите Чтобы вашу новую теорию Кто-то читал Вы должны писать Я придумал теорию Которая полностью согласуется С классической механикой В области малых скоростей И больших масс А вот в какой-то там области другой Где классическая механика не проверена Она дает вот такой результат Который отличается от классической механики И дайте мне денег на то Чтобы в этой области проверить И классическую механику И мою теорию Потому что там результаты разные Вот тогда может быть С вами кто-то будет разговаривать Но если вы скажете Что вы что-то придумали В области Где работает Ньютоновская механика Что предсказывает напрочь То что не противоречит законам Ньютона Вам скажут Пошел вон дурак В лучшем случае А в худшем скажут Подожди немножко Все хорошо Ты только отдохни И вызовет психушку Ну это уж кто как Ну и осталось нам последнее посмотреть А что будет Когда у нас омега с ноликом равно бета Если омега с ноликом равно бета То оба корня характеристического уравнения Которые равнялись Минус бета Плюс-минус корень Из бета в квадрате Минус омега с ноликом в квадрате Превращаются В один и тот же корень Минус бета Говорят, что в этом случае Корни вырождены Тогда нам не составить Два разных решения У нас теперь одно решение Х плюс от Т Это С плюс на Е в степени минус бета Т И черт возьми Х минус от Т Это С минус на Е в степени минус бета Т Но если мы теперь сложим два решения У нас будет Е в степени минус бета Т На сумму двух константов Но сумма двух константов это что? Константа Нам не удовлетворить Двум начальным условиям Господа, в этом и только в этом случае Прямой подстановкой В уравнении Нетрудно убедиться Что годится так называемое Присоединенное решение Х с волной от Т Это произвольная константа Которую я назову С с волной На Т На Е в степени минус бета Т Я этого не буду делать Пожалуйста, ручками сделайте Возьмите исходное дифференциальное уравнение Подставьте туда Х с волной В случае, когда бета равно омега с ноликом И вы увидите, что оно обращается в торжество И тогда общее решение будет Сумма такого решения и С с волной Дальше две константы Два начальных условия Пожалуйста, посмотрите, как в этом случае Будет вести себя общее решение Нарисуйте график Сами, 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 сами Дальше уже техника совсем простая Удовлетворить начальным условием То есть, когда у нас критический режим И мы стукнули по моей Значит, господа, у нас Ой-ой-ой У нас в обоих случаях Решение стремится к нулю Асимптотически Либо так стремится к нулю, либо так стремится к нулю И, грубо говоря, оно в ноль никогда не приходит То есть, система никогда не останавливается Так вот, в критическом случае Оно тоже асимптотически стремится к нулю Но, оказывается, оно стремится к нулю быстрее всего Именно в критическом режиме Наша система быстрее всего успокаивается Кстати, именно поэтому Почти во всех приборах стрелочных Там вольтметрах, амперметрах Там колебательная система В зависимости от того, как вы выбираете параметры Прибора Он может быть прибором, который будет совершать затухающие колебания Может быть прибором, который будет в периодическом режиме работать Так вот, все, кто делает стрелочные приборы Стремятся подобрать параметры так, чтобы прибор работал в критическом режиме Он быстрее всего подводит к стрелку Он тоже бесконечно долго ее подводит к правильному значению Но быстрее, чем во всех других случаях Поэтому, в стрелочных приборах физических, да, обычно пытаются реализовать критический режим Ну и последнее Если бы у нас было уравнение третьей степени У нас было бы кубическое характеристическое уравнение Сколько бы у нас было в общем случае решений? Три И тогда нужно три начальных условия Для четвертых четыре Есть еще одна беда А что будет, если случайно все три корня характеристического уравнения совпадут? Если корень будет не дважды, а трижды вырожденный Догадываетесь? А какое? Тогда в этом случае будет решение С на Т в квадрате на Е в степени минус Вт И так далее Господа, с этого момента будем считать, что вы умеете решать Любые лилейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами Это общий метод Вот тогда, если кубичное, если уравнение третье Ну у вас общее решение это это плюс это То есть просто добавить на уравнение Ну у вас тогда общее решение Это С на Е в степени минус БТТ Плюс С с волной на Т На Е в степени минус БТТ Вот решение И два начальных условия Находите, подставляете Т равное нулю Подставляете, ищете скорость Все то же самое И получаете решение, которое не похоже ни на то, ни на другое Да? Да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому